Вот нам пишет Лариса, говорит, сотник не самое большое зло. Самое большое, самое большое. Коллективные вот эти сотники – самое большое зло. Это, знаешь, знаете, такие сотники рейхскавалерии. Это сопровождающие вот этот табун зла. Это клакеры, которые кричат, а все неоднозначно. Давайте вот подумаем, а зачем нам помогать армии? А может быть не надо? А может быть все не так? А может быть все не так? Вот эти, вот это. Вот вы не понимаете, к сожалению, кто задал этот вопрос, вы не понимаете, как это все работает. Это все работает, вот зло, оно такое, оно высовывается, такой из люка конституционного смотрит, никого нет. Дальше высунулся. Потом, значит, поймал девочку за ножку, и затащил в люк, изнасиловал, убил. Смотрит – ничего. Пошли дальше. А тут сидят сотники на всех скамейках, говорят, все не так однозначно. А отец девочки, которую он изнасиловал, он вообще, там, я не знаю, может не очень хороший человек, а вообще там и погода была плохая. И у него настроение плохое, может, у него детство тяжелое было. Да ни хрена это не интересно. Просто надо судить людей по поступкам. Зачем? Люди, оправдывающие зло, это самое большое зло. И вот то, что сейчас на экране, это очень тоже правильно, потому что из маленьких в шее вот этих, вырастают вот эти люди. Понимаешь? Это маленькие отряды, больше, больше, больше. Вот этих людей, понимаешь, эти люди, они, получая вот такую индульгенцию, типа, он не самый страшный зло. Он такой сидит, класс, я не самый страшный зло. Продолжаем. Да, да, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова